Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и это выпуск стрит-фуд Владивостока. Первый стрит-фуд это вот такие вот пит-стопы называются. Это уже не смешно. Я думал, у Гарика бульдога Харламова булка большая. Вы тут посмотрите, ё-моё! Ну, кстати, нормально. Сколько мне это обошлось? В 200 рублей, да? Да, смотрите, здесь картофель идёт фри, острый, халапеньо. Потом две сосиски там положили, две сосиски, вот таких сосиски. И ещё помидоры. Попробуем. Слушайте, а зачем вилку положили? Типа вилкой есть и откусывать. Булка нежная. На дне ещё огурцы. Получше я взял кофе большое, латте. И вот этот хот-дог за всё отдал 310 рублей. Хот-дог намного круче, чем у Гарика бульдога Харламова. С двух сторон подъезжают. Под лево, леворукие машины и праворукие машины. Видите, как сделано? У нас в Востоке он по-хитрому. Нот стоит на левой руке. А праворукая Хонда, ой, леворукая Хонда какая-то подъехала. Так, я не пойму, зачем вилку дали? Вилка его есть. А-а-а. Он такой мягкий, что вилка, что ли, может вествоваться? Нет, бред какой-то. Короче, друзья, вот такая вот просто, но это бандурина. Вот, нежнейшая булка. Воздухная. Кайф. Друзья, я уже рассказывал вам про приложение Big Alive, в котором я веду прямые трансляции. Рассказывал, как там зарабатывать деньги. Да, кстати, там каждый может зарабатывать деньги. Просто ведя прямые трансляции, либо приглашая друзей, вам будут капать реальные бабки, которые вы можете вывести себе на карту и потратить на всё, что хотите. Так вот, сегодня я проведу свой двухчасовой прямой эфир в 15.00 по Москве. Я сейчас нахожусь во Владивостоке. Прямой эфир будет в китайской кухне. Мы вместе с вами посмотрим меню, выберем какие-нибудь диковинные блюда, закажем и попробуем. Так что запасайтесь едой. 15.00 по Москве. Всех жду на своём стриме в приложении Big Alive. Ссылка на Big Alive в описании, в первом закреплённом комментарии. Мой ник в Big Alive, дневник еврея. Ну, всю информацию я оставлю в описании. Спускайся, чекай. Ну, а мы продолжаем. Какая-то, друзья, во Владивостоке, что ты можешь приехать к морю и закончить свою вкуснейшую трапезу. Думал, сегодня можно ещё понырять немного. Но нет, что-то болтушка сильная. Вон, муть. Короче, вода мутная, ничего не видно будет. Ладно. Вкуснейшим. Булка здесь, кстати, знаете какая? Не то, что у Гарика Харламова, беспонтовая, а сдобная. Такая она, сладенькая. Вот это вообще круто. Хорошая болтушечка. Вон, аж барашки, видите, на воде идут. Как определить, есть ветер или нет, не выходя на улицу по Владивостоку. Смотришь на море, а если белые такие барашки, то всё. Опа-на, кто-то, смотрите, потерял телефон. С сентября Иван Панфилов. Помню, слушали его по-молвности. Так-то, господа, ветер небольшой. А следующий фастфуд находится на набережной. Это у нас спортивная набережная, центральная, можно сказать. Набережная города Владивостока. Сейчас мы пойдём туда. Там целый, так сказать, ряд фастфуда, но есть один известный, это лапшичка. Нифига себе, шторм ночью был. Посмотрите, повыкидывала капусту. Лодки слепуются. Вон мужики рыбку ловят. Видишь? Ветерочек, ветерочек сегодня. Ветер нормальный, не пошли из-за ветра сегодня. Надеюсь, завтра успокоится. Красиво. Морем так пахнет. Вон, мужик искупался, уже кушает лапшу эту. Вон там, видите, делают эти... Чифань, чифан называется. Чифань. Что там у нас есть? Можно лапша. Вот, смотрите, по 220 рублей. Лапша с курицей, овощами, свинина, овощи, свинина, грибы, соевая спаржа. С морепродуктами по 250. Рис, то же самое. Суп тайский с курицей. Салат. И еще что там? Попить. Попить милкис, да? 300 миллилитров, 60 рябчиков. Нет, чик не надо. Видите? Фигачит как, прям на огне. Пахнет, пахнет Китаем каким-то. Коробки только так подносят. Блин, нету с морепродуктами, пришлось взять свинина и овощи. Но это тоже не менее вкусная тема. Поняли? Чик, опа, спаржа. А, лапша, лапша пошла. Все, лапша туда пошла. Моя, да? Уже готова? Быстро. Просто максимально быстро. Видите, я стою, она уже готова. Все, вон там поснимаю. Видите, соусом залили. Чик, чик. Ну, все ее, короче, все ее хвалят, все рекомендуют. Я один раз пробовал здесь ее. Объелся, мне аж плохо было. Супер сытная, супер большая. О, пошел жар. Богатейший человек, кто ее держит на эту лапшу. Это ж очень выгодно. Лапша ничего не стоит, по сути. Моржа колоссальная. Вот, ребят, вам идея бизнеса. Как оно должно быть. Правильный обед. Сидишь, у тебя лапшичка, да? Запивать милкис на запивочку. Свежий морской бриз. Запах йода. Ну, кто-то загорает, купается. Вода на набережной стала чистейшая, потому что сделали нормальную очистность. Очистность сделали, все. Сейчас параша не скидывается в воду. Но это еще не самый главный стритфуд Владивостока. Я вам покажу еще. Еще. Еще вам покажу стритфуд. Еще будет кое-что. Ну, что, попробуем. Вот этот богатый вкус специй китайских. И запах, как в Китае, ни с чем не спутаешь. У нас такого нет вообще нигде. В Москве такие специи даже не используют. А вот тут прям как в Китае пахнет. Ешь, и как будто Китай. Очень вкусная штука. Очень. Нереально. У нас сегодня такое. Это обед от первого лица. Как будто вы обедаете. Посмотрите. Мяса видите сколько? Просто нереальное количество. И лапша круто, что не стеклянная вот эта фунчоза, а нормальная яичная пшеничная лапша. О, пошел в воду. Пошел, пошел, пошел. Теплая вода. В Владивостоке, смотрите, сегодня уже октябрь почти. А вода плюс 22 где-то вот сейчас. Вот здесь это тепло. Очень хорошо. Прям теплая-теплая вода. Я бы сейчас сам искупался, друзья. Сейчас сам бы занырнул. Ну, мы завтра пойдем на лодке, на катере, куда-нибудь на острова. Я костюм возьму. Маску, ласты, груза купил с поясом. И нормально поныряем. Эх, чефань, чефань. А вы, наверное, думали, что уличный стритфуд Владивостока это креветки и камчатский краб. Нет, а вот такая вот тема. 230 рублей. Лапшичка. Соуса не жалеют. Прям на набережной. Такая типа лакшери схема бизнеса. Бассейн с подогревом. Тык. Мы, конечно, цвет воды могли подголубить и фотку получше бы вставить. А так нормально. Но сейчас еще все закрыто. Вот эти бары вечером здесь, как на Волкин-стрит. Просто в часов 7 все оживает, там, может, в 6. Играет музыка. Посмотрите, как будто даже никуда в Таиланд ехать не надо. Говорю, как на Банглороут или на Волкин-стрит. Гуляете. Везде музыка дубасит, свет, коктейли там. Тут танцуешь. Прям в море тут народ ныряет. Вот тут, короче, смотрите. Вот тут танцуют. И прям в море. Вот тут летом шезлонги стоят. Так вот выставляют шезлонги. Народ загорается и так же купает. Купается. Это прям вот центр. Самый центр Владивостока. Вот этот барчик неплохой. Бурритос. Мексиканская кухня. Вон лодки стоят у кого-то. Надо с металлоискателем походить. Это вот японская кухня здесь. Вот название офигенное для китайской кухни придумали. Китайка. Это у нас, ну, такое, в народе такое слово обиходное. Типа пойдем в китайскую кухню, называется, пойдем в китайку. Ты где? Да я в китайке. Что, где будем отмечать? Да в китайке. Китайка. Китайская кухня называется китайка. Вот я бы на набережной, если честно, еще бы открыл. Нифига реконструировали баржу. Здесь где-то кипело. Как ее, Алла Пугачева еще кипела, когда приезжал в Владивосток. Давно-давно. Я бы на набережной открыл нормальный сифуд. Ресторанчик. С мидиями, с устрицами, с крабом, с гребешками, со всякими. А так вода, вон, посмотрите, прозрак. Вообще хороший стоит. Прозрачная. Шикардос. Популярно в городе электронки. Прям вот, представляете, на этой улице бара, в кафе и ресторанах, тут электронки стоят. Там в начале стоят, продают электронки. Вот такие пироги. Вот воркаут тут ребята занимаются. Я, короче, хочу пойти попариться в этой бане. Но не сегодня, потому что сейчас наелся. На днях с корешами пойдем запаримся, отдохнем. Вон, товарищ майор даже. Видите, друзья? Вон там у меня за спиной. Товарищ майор пришел пообедать в Чифань. Так, вот здесь где-то должно быть японское кафе. Видите, все обклеено. А, во, 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 во. Короче, что-то здесь у них такое. Азия-маркет. Как будто улица. Улица японская. Так, ну-ка. Где-то тут вот продавали. Креветка в кляре. 430 рябчиков. Пирс берется. Прикол. Туалет 25 рублей. Вот 30 рублей здесь туалет. Вода для животных. Людям не пить. Видите, красиво вот так. Чик, сидишь, отдыхаешь. Не, молодцы. Владивосток, конечно. Есть люди, кто делают. Смотри, вот тоже удоны делают. Лапша от души. Но прикол в том, что здесь очереди вообще нету. А вот почему-то в маме, вот в этой лапше, всегда чефаньки. Очень много людей. Вон, видите, баня общественная. Вон она такая. Видите, какая инсталляция морская, прикольная. Молодцы, красиво, конечно. А вот этот. Пятизвездочный отель собирались делать. Его уже лет 10, наверное, строят. Все что-то заморозили его. Что-то инвесторов нету. Кто-то перекупил, купил его опять. А вот эта баня, про которую я говорил. Вот она. Вот она, прям общественная баня. 7 соток с носа. Дорого для общественного. Но тут кайф то, что в море сразу ныряешь. Вот ялы. Помню, по молодости занимался ялами. Яльным спортом этим. На ялах ходили. Кофейня, прокат, экспозиция, кают, компания. Ну вот оно, друзья. Это самые известные фастфуд, стритфуд Владивостока. Корейские пирожки пенце на пару. Они почти на каждой большой остановке есть. Вот такие вот. 90 рублей. Помню, когда-то стоили 25 рублей. Смотрите, охлажденные напитки. Милкис 05, Милкис возьмем. А, чай. Давайте лучше чай китайский возьмем. А пенце можно? Есть, да? И чай вот этот. Подгодный чай. Да. А картой можно заплатить? Что такое есть пенце? Вот это такой пирожочек. Сейчас приедем. Расскажу. И взял чай ледяной. Вот этот китайский. А, нет. Вот этот в России делают. Так. Выкинем этот. Гель для душа. Короче, гель для душа купил. Хотел, чтобы сегодня... Ну, в гидрокостюм залезть. Надо либо шампунь, либо жидкое мыло, либо гель для душа. Ну, вообще, хорошо семена льна в кипятке заваривать. Заливаешь в гидрокостюм и купаешь. И влазаешь в него хорошо. Так, надо посчитать сдачу. Три, три, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, четыре. Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, восемьсот, восемьсот. Все правильно. Убираем. Так, ладно, поехали дома. Съедим это пенце. Как раз проголодаюсь, пока доеду. Ну, вот оно, друзья. Знаменитая пенце. Это такая паровая булочка, родом из Кореи. Называется пенце. Скольким студентом, я не знаю, работягам, оно спасло жизнь. Можно сказать. Я сам был студентом, обожал его. Но стоило оно, по-моему, поначалу, когда появилось. Первое пенце, помню, блин, до десяти, что ли, рублей. И потом потихонечку, там, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, сорок. И вот так вот сейчас уже девяносто пенце стоит. Начинка у него идет из капусты, перца и фарша. Вот этот чай производят тут у нас в Артеме. Да? Город Артем. Отдаленно, похож на китайский, но не то. Но зато в Артеме есть еще пенце, версия пигоди. Что это такое? Это берут пенце, разрезают его тебе вот так. И туда фигачат корейскую морковку. Ок. Многим не нравится, но мне заходит это пигоди. Оно такое мощное. Вот эта булка, это самый известный фастфуд Владивостока. Да. Конечно, мяса маловато стало. И цена выросла. Помню раньше, едешь на автобусе куда-нибудь. Летом особенно, и жара, духота. И кто-нибудь заходит в пенце, садится. Ужасный вот этот запах капусты кислой на весь автобус. Я никогда в автобусе с пенце не ездил. Ну, в принципе, нормально. Но раньше, уверяю, мощнее, мощнее было. Еще есть слухи. В городе присутствует оригинальная пенце и неоригинальная. Раньше даже у бабок пенцешниц, у некоторых, у нас продается оригинальная пенце. Как отличить? И там какие-то точки на пенце были. Ну, кто это начал продавать у нас в Владивостоке в 90-х? Он, наверное, просто сейчас богатейший человек. Вкусная штука. А самое главное, полезное. Никакого масла и жира. Все на пару делается. У нас подаварка есть. Мама раньше делала сама пенце. Один в один. Еще не показал. У нас можно к фастфуду отнести корейское кофе в железных банках. Ну, вот как кока-кола, только кофе. Оно стоит в каждом ларьке, в магазине. В таких, типа, холодильничках. Но это не холодильники, а они подогреваются всегда. Оно теплое. Вот такой вот, друзья, небольшой экскурс во Владивостокский стритфуд. Это, конечно, капля в море. Хотелось бы порасширеннее показать. Ну, всякие, типа, шаурму показать. Шаурма везде есть, да? Там пирожки везде есть. Ну, вот такие вот, типа, как пит-стоп я сегодня показывал, завертоны. Такого вообще, ну, в городах нигде нет. У нас они прямо на каждой дороге, на обочине везде натыканы. Такие пироги. Подписывайтесь на канал. Вот тут нажмете предложку видео. Каждому своя. На основе ваших предпочтений я уже рассказывал. Посмотрите следующее видео. С вами был Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока и до новых встреч.